Я слышал, что история циклична, она повторяется снова и снова. Но это не так. История линейна. Это линия, которая движется вперед, набирая обороты, и однажды наступит конец. Всему конец. И этот великий конец увенчается пришествием Иисуса Христа. В этой серии проповедей я расскажу вам об этом из Слова Божьего. Не переключайтесь. Второе послание Фессалоникицам, 2 глава с 13 стиха. Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья, что Бог от начала, через освящение Духа и веру истине, избрал вас ко спасению, которому и призвал вас благовествованием нашим для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа. Итак, братья, стойте и держите предание, которым вы научены, или словом, или посланием нашим. Сам же Господь наш Иисус Христос и Бог и Отец наш, возлюбивший нас и давший утешение вечное и надежду благую во благодати, да утешит ваши сердца и да утвердит вас во всяком слове и деле благом. Мне было приятно наблюдать за строительством зала богослужения, но особенным переживанием для меня было строительство парковки. Иногда я приходил и наблюдал, как строители рыли ямы под фундамент. Диаметр везде совпадал, но глубина не была одинаковой. В одном месте яма была глубиной 2 метра, где-то 5 метров, а рядом могла быть яма до 6 или 7 метров глубиной. Я не удержался и спросил господина Айви, почему они копают ямы разной глубины, ведь туда будут заливать цемент. Он задал мне вопрос в ответ. Вы хотите прочное здание? Такое, чтобы выдержало большое количество автомобилей и людей. Я ответил, разумеется, нам нужно прочное здание. Он назвал причину, почему ямы разной глубины. Он сказал, нам все равно, насколько глубоко мы копнем. Мы копаем до тех пор, пока не наткнемся на камень. Иногда камень находится на глубине 2,5 метра, иногда 5 метров. Мы просто продолжаем копать, пока не наткнемся на камень. Камень дает нам гарантию прочности этой парковки. Я запомнил, что он мне тогда сказал. С тех пор слово «прочность» или «стабильность» стало для меня весьма важным. Стабильность — это прекрасное качество, касающееся любой сферы жизни. Правительство говорит о стабильной экономике. Строители, разумеется, строят прочные здания. Мебельщики изготавливают прочную мебель. Авиаконструкторы разрабатывают модель самолета, чтобы он был стабилен во время турбулентности. Родители знают о том, как важно для детей, чтобы в семье все было стабильно. Нам всем нравятся уравновешенные люди с прочным характером и стабильными убеждениями. В Новом Завете мы часто видим призывы к тому, чтобы мы стояли твердо, то есть были стабильными. Мы должны быть прочными в нашем христианском хождении. Давайте вместе скажем это слово «стабильность». Пару проповедей назад мы говорили, что во втором стихе второй главы Павел призывает не спешить колебаться умом. То есть призывает нас быть стабильными. А затем в 15 стихе стоит призыв стоять твердо, то есть быть стабильными. Опять же, два раза, одно и то же. Каждый честный человек должен задаться вопросом, как можно стоять твердо, когда обстоятельства давят, и когда весь мир сходит с ума. Как стоять твердо посреди бушующих волн? Какой якорь способен удержать? Как быть стабильным, оказавшись среди шторма в бурлящем океане трудных обстоятельств? Где найти эту силу, которая позволит прочно стоять? Где этот камень в основании, куда можно бросить якорь и твердо стоять? Обстоятельства фессалоникицев были невероятно сложными. Они находились посреди бушующего океана проблем. Они не сидели в комфорте, наслаждаясь жизнью, нет. На них наваливались бурлящие волны гонений и ветры лжеучений, грозящих свалить их с ног. И поэтому, во-первых, Павел сказал, что молится за них. Это 13 и 14 стихи. И затем, в 15-м, он призывает их твердо стоять, то есть быть стабильными. Он не просто похлопал их по плечу и сказал, ну вот, все будет хорошо. Нет, не это Павел имел в виду. Во-первых, он молился о том, чтобы они стояли твердо. Его молитва – это образец того, как мы должны молиться друг за друга и за тело Христа. Это прекрасный образец того, как нужно молиться, чтобы люди имели в жизни прочное основание и быть стабильными в своей христианской жизни. Прежде всего, он говорит о тех, кто столкнется с духом беззакония и духом Антихриста, когда ад вырвется наружу, и на земле начнется анархия при правлении Антихристом. О тех, кто будет жить во время мощных ветров беззакония, кто столкнется с ужасом и злом, который заполнит весь этот мир. Но прежде чем прозвучал призыв апостола Павла стоять твердо, быть стабильными, он назвал им причину, почему они могут стоять твердо. Он открывает им силу скалы, на которой они твердо стоят. Он напоминает им о неописуемом прочном основании, которое крепко их держит. Он напоминает им об абсолютной непоколебимой безопасности во Христе. Это 13 стих. Тут сказано, мы же всегда должны благодарить Бога за вас, братья. Почему? Потому что Он избрал вас и возлюбил вас. Потому что Он вас призвал, и Он сохранит вас, пока вы не окажетесь дома с Ним, несмотря на нынешние обстоятельства и бедствия, несмотря на грядущее беззаконие. Божий призыв и тот факт, что Бог возлюбил нас и избрал вас прежде создания мира, дает вам якорь весом в 30 тонн, чтобы вы стояли твердо посреди шторма жизни. Если вы не верите Мне, тогда послушайте, что об этом сказал сам Иисус. В 6 главе Евангелия от Иоанна, начиная с 37 стиха, Он говорит о верующих. «Все, что дает Мне Отец, ко Мне придет, и приходящего ко Мне не изгоню вон». Понимаете, Он сказал, «Я не выгоню никого, но и это еще не все. Ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца. Но и это еще не все. Воля же пославшего Меня Отца есть та, чтобы из того, что Он Мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. И даже это еще не все». В Евангелии от Иоанна, 10 главе, 27 стихе, Иисус сказал, «Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их, и они идут за Мною. Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек». «И никто не похитит их из руки Моей». И Он продолжает. «Отец Мой, который дал Мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца Моего». Если этого недостаточно для того, чтобы вы имели прочное основание в своей жизни, тогда я даже не знаю, что еще вам нужно. Одни только эти места Писания должны круглосуточно вызывать у нас чувство благодарности Богу. Но вот что еще делает Павел во второй главе Фессалоникицам. Он сопоставляет искупленных и неискупленных. В нашей последней проповеди мы рассматривали описание тех, кто не искуплен. «Они любят беззаконие». «Не любят истину». «Они следуют за Антихристом». Бог предал их духу заблуждения. Вы помните, я говорил вам, «чего человек желает, то Бог ему и дает». В итоге их ожидает вечное осуждение. Но искупленные... Ах, какой контраст! Бог любит их. Он избрал их. Он их создатель. Он придает им уверенность и безопасность в жизни. У кого-то может возникнуть вопрос. «Когда Бог возлюбил тебя, призвал и избрал?» Это случилось в тот момент, когда ты пришел ко Христу, покаялся в своих грехах и уверовал в Него? Нет, отвечу я вам, гораздо раньше. Может, когда ты родился? Нет. Еще раньше? Может, до твоего рождения? Нет. Еще раньше. Может, когда родились твои родители? Гораздо раньше. Он возлюбил тебя, избрал и призвал прежде основания мира. Это не просто мое мнение. Это слово Божие. Могу я услышать? Ваши аминь на это? Уже тогда он знал тебя. Возлюбил, избрал и призвал прежде основания мира. Мы с вами, как верующие в Иисуса Христа, прекрасно знаем, что мы несовершенны. Кто-то пытается указать нам на это, но, разумеется, мы несовершенны. Мы знаем, что время от времени мы согрешаем. Но, послушайте, я свидетельствую вам, и многие могут подтвердить, что благодаря Его вечной любви всякий раз, когда мы согрешаем, нам раздирает душу. Почему? Потому что мы не хотим огорчить того, кто возлюбил нас так сильно. Только человек, который не познал Господа, может грешить и не чувствовать внутренний призыв срочно бежать к Богу, каяться и вернуться к Нему. Но мы должны понимать, что дело не в том, кто мы, кто Павел, кто другие библейские герои. Все дело в Боге, в том, какой Он. Его природа открывается нам на протяжении всей Библии, от бытия до откровения. И дело вовсе не в нас. Некоторые люди отвергают Божью суверенность. Но это есть одна единственная причина. Суверенная воля Божья разрушает всякую человеческую гордыню. Они не хотят этого слышать. «Это все я». Вся заслуга за наше спасение принадлежит Богу. Уж поверьте, Ему вся слава. И когда Ему воздается слава и хвала за Его суверенную любовь, это производит в нас радость. И когда эта радость наполняет наше сердце, мы чувствуем, что нам дана привилегия. Осознание этой привилегии приносит в нашу жизнь святость, за которой следует твердость и уверенность. Это божественная любовь, Божий призыв и избрание. Это не преуменьшает роли нашего рвения в том, чтобы делиться Евангелием с погибающим миром. Как раз наоборот, мы чувствуем, что это для нас честь и привилегия. Мы любимы и имеем уверенность в нем. И мы хотим, чтобы все люди в этом мире нашли это сокровище. Павел здесь говорит, что Божие суверенное избрание, Его любовь, должна прогнать из нашей жизни весь страх. Это действительно так. Если вы верите, что Бог вас возлюбил и избрал, то у вас в жизни не будет страха, и вы не будете бояться благовествовать другим. И послушайте. Даже если мы будем гонимы пешкой сатаны, антихристом, и даже если ад вырвется на землю, мы останемся непоколебимы и неприкасаемы. Нас ничто не сдвинет с нашего основания, ведь Бог держит нас в своей деснице, правой руке, и носит нас на своих плечах. Кто коснется нас, коснется зеницы ока Его. Наша с вами стабильность основывается не на нас самих, не на наших чувствах и эмоциях, но целиком и полностью на суверенной Его любви и избрании. И сейчас, только после того, как Павел сказал им, что он молится за них и благодарит Бога, только потом, в 15 стихе звучит призыв «твердо стоять». Кто-то бежит впереди паровоза, но не Павел. Сначала паровоз, а мы в нем. Сначала он дает им основания, приводит причины, почему они должны стоять твердо, и только потом. Звучит сам призыв «стоять твердо». Как ни грустно это признавать, большинство мотивирующих проповедников просто бросаются пустыми лозунгами «ты справишься». Если ты можешь об этом мечтать, ты можешь этого достичь. Если жизнь дает лимон, сделай из него лимонад. Ты достигнешь высоты. Ты, ты и только ты. Нашей плоти это нравится. О, да, продолжай говорить нам это. И да, это то, что нам нужно. Неудивительно, что очень скоро эти пустые учения превращаются в пустые иллюзии, и ими остаются. Павел говорит, «Вы можете стоять твердо». Послушайте, я сам человек позитивный. Но мой позитив не основывается на дивизии «я все могу». Нет, но он основан на том, что я стою на скале и знаю, какой якорь держит меня. Он основан на том, что я знаю, кто мой фундамент. Не на том, за кого я держусь, но кто держит меня. «Его никто не поколеблет, он непоколебим». Так за что же я держусь? За истину Евангелия, которая была мне вверена. И дальше стоит «преданного вам предания». В некоторых переводах стоит слово «традиция». Но традиция — это другое. Есть традиция, есть рыбу в четверг, ходить в ресторан после церкви. Это традиция. Но здесь это слово имеет совсем другое значение. Оно означает основу христианской веры, переданную от самого Христа его ученикам. И они в Новом Завете передали ее нам. Я часто говорю, что апостолам удалось успешно передать учение своим последователям. И мы тоже последователи этого учения. Мы строим нашу веру на учение апостолов. Это исторические свидетельства жизни Христа, Его искупительные жертвы на кресте. Это исторические свидетельства о том, что Христос воскрес в третий день и имел тело. Свидетельства о том, что Христос вознесся на небеса. Это самая настоящая история чудес, произведенных Иисусом. Свидетельства Его учения и того, что Иисус, Сын Божий, который, оставив славу небес, родился воплоти. Это исторические свидетельства того, что Иисус обещал вернуться, чтобы судить всех, кто когда-либо жил. Наша стабильность базируется на твердом основании Божьих обетований. Вот что означает традиция или предание. То, что мы твердо стоим и имеем уверенность, основано на исторических свидетельствах служения Христа. Мы держимся за слова самого Бога. Наша безопасность в безусловной Божьей любви и Его избрании. Он заканчивает эту часть послания молитвой в 17 стихе. И это также невероятный образец молитвы. Он молится, чтобы Бог силы и могущества утвердил их еще больше и укрепил их, чтобы они могли твердо стоять. Молитва Павла учит нас тому, что наша стабильность полностью зависит от суверенной и неизменной Божьей любви. Как мы проявляем эту любовь в этом мире? Тем, что каждый момент своей жизни мы полагаемся на силу Божию, а не на наши силы. Кто-то скажет, «Я однажды исповедовал свою веру, и теперь я могу жить, как мне хочется». Нет, это не работает. Смотрите, как здесь молится апостол Павел. Каждый миг и каждый день своей жизни мы живем полностью, полагаясь на силу Господа. Мы не можем служить Господу и друг другу, живя от себя, если мы полагаемся на свою силу, на свою волю и даже на свои добрые порывы. Нас самих надолго не хватит. Рано или поздно мы сгорим. Я встречал немало сгоревших христиан в своей жизни. Почему? Потому что они полагались на собственные силы. И однажды их силы исчерпывались. Но только когда мы полагаемся на всемогущую руку Господа, только когда каждый день своей жизни я полагаюсь на Его силу, этим я свидетельствую этому миру, что я реально верю в Божье обетование и что якорь моей веры только в Нем. Это позволяет мне твердо стоять и переходить от силы в силу. На самом деле только это сможет уберечь вас от того, чтобы не падать с духовных высот в духовные низины. С высот в низины и так снова и снова. Но это придаст вам стабильность. Слово Божие в последних двух стихах второй главы показывает нам, что верный верующий стоит посреди двух вещей. Он стоит между силой и обетованиями Божьими, сказанными в Слове и силой, которую Бог являет в настоящее время, день за днем. Мы живем посреди неизменной, безусловной любви Божией в Его Слове. и той силой, которую Он дает нам сейчас, чтобы мы оставались верными Ему и стояли твердо в Нем день ото дня. Быть стабильным и твердо стоять не только невозможно, но и непостижимо, если только человек не черпает свои силы в Божьих обетованиях и в силе, которую сейчас Ему дает Бог. Только вам известно, на чем вы стоите. Это очень личное для каждого человека. Аминь. Но я молюсь о том, чтобы вы изменили свое мнение, если вы говорите, я исповедал свою веру, поэтому Бог ожидает от меня, что я буду просто стараться изо всех сил жить с правильным. Потому что это легкий способ дать дьяволу вас обмануть. Вы должны найти себя в Божьих обетованиях и в постоянном укреплении в силе Господней. Это то, чего Бог желает для Его Церкви, для нас с вами. Провозглашая бескомпромиссную истину на пути вперед с доктором Майклом Юсефом.